Продолжение следует... Потому что такой эмоциональный объем, такое ядро, которое сжато. Надо время, чтобы оно распределилось как-то, усвоилось как-то в тебе. Я не знаю, это такой спектакль. Потому что я, перед тем, как идти к вам, я почитал эти статьи, почитал Берзяева. То, что Достоевский это экзистенциальный... О, Господи, это слово правильно мне ваше говорить. Экзистенциальный. То есть он ставит своих героев в крайнее положение. Всегда. У него такие бездны скрываются. И я считаю, что вообще великие писатели... Великие писатели, можно я так скачусь... Великие писатели, что ты не должен читать. Писатели интеллектуально выискивают. Почему живо читают этого Достоевского? Почему он так? Тиск считался отлично. Начало года отлично. И финал... Ну, в моем мнении, в чем вам не хватало, не хватало немножко атмосферы. То есть именно заполнение фон какой-то может быть музыка. То есть вода капла, вода была, но в этом тишина стыдная. Можно заполнить. Ну, это мы... Понятно, Достоевского, на философии все. Почему зритель должен сочувствовать кто-то из Софии? Что она? В чем причина? Ну, наглоталась она таблеток. Я вообще не понял, почему она эти таблетки принимала. Почему она захотела закончить свою жизнь? И не начало, не дальнейшего развития ее драмы. Вот суть. Вот в чем эта проблема? Причина этой Сони, может быть, для нас это пустяк. А для нее это... Естественно. Может быть, очень пустяк. Ну, раз про нее говорят, он должен понять. Ну, это просто человек. Это просто существо, которое не захотело жить с нами. Нет, нет, не судьба. Нет. Для меня открыто. Не обязательно начало, и бирог, пролог, и так далее. Бульминация. Для меня вы не хотите, чтобы все по порядку, как в сочинении. Нет. Это же живая. Это же не художественное произведение. Здесь мы можем ее... Ну, пусть она вот все ее поздравляют, все радуются. А она, ее отклик на ее прошедший момент, что вот у нее это было в жизни, как она на это реагирует. Тоже вот это повисло как бы в воздухе. А это же очень важно. Телесный очень спектакль. Могу так сказать. Много телесных реакций. Вот после спектакля ощущение тряски очень сильное. Такое ощущение, что как-то... Ну, для чего люди трясутся? В каких случаях? Когда человек замирает, у вас было там что-то про замирание. Когда он замирает и находится в напряжении, ему надо потом протрястись, да? Ну, и вот после спектакля очень телесное было ощущение, долгое. И даже его можно вызвать еще раз, да? Потрястись, то есть трясет. Вот такое впечатление. Вот такое телесное впечатление. Чувство. Трясет. Ну, неплохое ощущение. Если оно телесное, как оно может быть плохим? Надо своему телу позволять больше, больше, позволять больше. Почему? Потому что если это все зажимать, то это может привести к поиску причин существования, да. Плохое ощущение, плохое. Мне сейчас везет до сих пор, мне это не нравится совсем. Везет? Надо же трясет. Ну, просто вот подвезет. Ну, вот разрешите, ну, а что? Это же тело, ну, как бы, живое, слава богу, пока, да? Когда там уже не сможет отпустить. Мне кажется, наоборот, мы получили такие сильные эмоции, и тело это реагирует. Это же очень хорошо. Тело реагирует, видите? Да. Твое, твое, твое. Твое, твое. Твое, твое. Твое, твое, твое. На мой взгляд, честно скажу, как бы я смотрел, вот эти вот непоначивые постановки со стеклом, да, вот эта вот эта вот все, там, бумага. Если бы вы убрали туда историю Софьи и оставили его просто Достоевскому, то было бы здорово. Было бы гораздо атмосфернее. То есть, вот как вы читали, здорово, прям, то есть, вот эта вот игра была вообще великолепна. Антураж был хороший, то есть, атмосфера. Мне бы казалось лишней истории с этой девушкой. Выбросить. Я бы сказал, да. Нет. Я, может, хочу даже извиниться за это, но я бы сказал, ее надо выбросить. Хорошо. Тогда тем более, нет, тем более, что вот я задавала вопрос, тем более вы сами говорите, что нет разницы. Или тогда показать эту разницу, показать вот хоть какой-то там свет в конце туннеля. Конечно. Немножечко в другую тему уйдем. Но я хочу сказать, что не могу ответить, нравится или не нравится, потому что это какое-то глупое слово совершенно сегодня, мне кажется. Мне хочется быть, во время спектакля, я понял, просто каким-то зеркалом, которое отражает все то, что я увидел сегодня. И для меня поэтому совершенно невозможна мысль что-то туда убрать или добавить. Оно вот такое, какое оно есть. И по-другому ее себе представить не могу. Ну, я просто рад, что я здесь побывал, что я это пережил. Спасибо. Больше у тебя вопросов. Почему каждые 8 секунд уходит человек? Что здесь ему не так? Ну, как бы есть два варианта. Сказать, что ну они уходят, и это их проблема, и такая данность. Ну, давайте забудем обо всем об этом и не будем вообще... Поприцепно. Поприцеподнимание. Или другое вопрос. Давайте все-таки будем как-то об этом думать, немножко говорить об этом. И может быть, когда-то мы сможем кому-то помочь в какой-то ситуации, спасти кого-то. Ну, да. Названное зло наполовину уничтоженное. Очень классные технические решения. Визуальные, спецэффекты, звуковые решения. Вообще здорово. И во сне мы тоже видим что-то необычное. Но мы этого не замечаем. И существует осознанное сновидение, да, когда мы замечаем что-то сон. Начинаю вспомнить. Зачевая мысль безумная, ты сказал. И сон происходит здесь. Да. И как раз вам показалось, что все, что происходило, это происходило в голове человека. То есть все эти действия, это, ну, просто действия, что происходило в безумии. И само самоубийство, в принципе, оно безумие. Потому что у живого человека, ну, у живого существа любого, у него и стиль самосохранения есть. И лишить себя жизнью, это безумие. Я скажу, я уже вообще-то решила сказать, хотя пришла послушать, честно говоря. Ребята, ну, правда, сложно говорить. Я думаю, что вообще нам тут мало кому есть что сказать. Потому что сложный спектакль, и очень много отдельных таких интеллектуальных загадок. Я не про тело, не про эбуции, не про то, что там кто-то почувствовал. Понятно, что тут все немножко трясет. Вот. Но там именно очень много загадок, над которыми надо думать. И, мне кажется, самое... Ну, то есть можно говорить о том, как сделано, а можно говорить о том, что сделано. Но, мне кажется, к нам всегда загадывают загадки. Надо понять... Надо вообще задать правильные вопросы, мне кажется. Да, это максимум, что мы можем сделать. Например, спектакль называется «Сон», да, «Сонечки», не «Сон смешного человека». Но в любом случае сюжетов два, они идут в параллель. Мы должны думать о сне героя Достоевского и о сне этой девочки, да. То есть, ну, об ее коме, да, ее состоянии в коме. Понятно же, что там есть параллель, да. И понятно, что... Ну, основная идея, конечно, это одиночество, потому что самая сильная сцена в сюжете с Достоевским, наверное, это признание. Да, я развратил их, да. То есть, я создала этот разобщенный мир, в котором вот эта девочка Соня погибает, да. И каждый до 8 минут погибает человек. Ну, как бы основная идея, или вот можно вычинить. Ну, тогда очень много всего теряется, да. То есть, вот я не могу все вырезать, мне было интересно послушать реакцию зрителей. Это все пока, извините. Кому-то вот начинаешь, не то, что там грузить, да, как бы там, но, видишь, не нужно это сказать, где-то там что-то, и с собой замечала, кто-то мне пытается что-то, в руки какие-то. А это момент, да. Я могу признаться, не каждый такой, не бывают такие моменты, как было. Может быть, потому что не близкий человек, может быть, не скажу, что проходящий рядом, но... И вот он начинает грузить, грузить. И вот я задумалась на то, вот, оно мне не надо, его проблемят. Как это и с каждым происходит. Мне не хотелось бы изменить. Я все видел, как всегда, спектакль, и никогда не понимаю, ну, как бы что-то можно изменить, и что, как можно лучше сделать, или что там главное, что там вычинить. Я просто, ну, проживаю, и, ну, у меня было время, спектакль, ничего там, у меня было время, просто вот здесь. И я живу там, спектакль, а там есть стиль. И, да, мне все показалось к месту. И это история с Сонечки, и то, что у него была атмосфера такая, что у нее тяжело было. Ну, ее упражало все плохо, она просто не уезжала. Ну, причем, причины, ну, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Кто-то, кому-то для кого-то это слишком много, а для кого-то, ну, нормально, ну, может ситуация. И я сейчас вот сидел, сейчас вспомнил, что у меня буквально, ну, год назад, ну, полтора года назад, по чем, походу, ну, повесился, повесился просто. И я его видел до этого за полгода, он сказал мне историю, хотел сделать две жабы. А сейчас по полгода повесился. Вот в двух сантиметрах окном происходило, все равно эта граница очень чувствуется. И понятно, что спектакль – это законченное высказывание художника. Мы можем только его понять вот по-своему, да, и по возможности стремиться понять его. Вот еще такой бонус для зрителей, еще поковыряться с Татьяной Фроловой. Что там она хотела? Да еще там, да, можно прилететь, прилететь, классный мужчина. Два в одну, да. Ну, правда, вот интересно, как-то зрители, я никогда не думала об этом, но мне интересно, кто-то себя что, с Творцом ощущает? Так, правда? Нет, ну, как, сколько ты тем начал, то я отвечу, я не считаю, что с Творцом, но я не чувствовал той границы, которую вы говорите, как я сделала в последний момент. Конечно, или быть чисто таким вот абсолютным потребителем, или трансформироваться какими-то со своими ощущениями, а если это ты делаешь, то ты уже сотворил.